Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, меня зовут Галина, я перевожу на русский язык новости из Турции. Все, о чем здесь сплетничают, говорят люди, что на самом деле в стране происходит. Если вам это интересно, то вам точно на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну а мы приступаем. Как вы могли заметить, с последнего выпуска новостей произошло совсем мало времени, поэтому у нас свежий выпуск, у нас есть скандальные новости, чем сейчас бурлит и кипит Турция. Начнем давайте с политики международной. Это та новость, которая вчера захлестнула все СМИ, социальные сети, Турчатурки. Многие это, конечно же, обсуждают. Дойдем немножко издалека. Последние два дня Эрдоган критиковал и наезжал, если так можно выразиться, США. Высказывания у него были. Стата такая. Расстелить красную дорожку для такого человека, как не Таньяху, его визит в Америку был, и аплодировать ему до тех пор, пока не начнут волдыри на руках появляться, это безумие для США. Он очень много делает различных замечаний, высказываний, каких-то критики подобной, провокации внимания общественного. Не сам не Таньяху, как правило, министры различные в социальных, опять же, сетях не на уровне государственном, а на уровне соцсети очень часто дают какие-то ответы, комментарии в ответ. В общем, идет такая перепалка. На вот эти заявления и критику в плане США, что не Таньяху прибывал, как его встречали и так далее, с потертыми руками, никто особо никак не отреагировал. Поэтому буквально вчера президент дал очень яркое такое заявление и критику, которое не осталось без внимания, и реакция от официальных представителей Израиля последовала, и не только, и в Евросоюзе, и в НАТО. В общем, суть его высказывания такова. Турция может войти в Израиль точно так же, как Карабах и Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Вот это примает статия Эрдогана из видео на его пресс-конференции встречи. В свою очередь уже турки, которые поддерживают президента, они в социальных сетях массово начали распространять картинку, созданную ИИ. И были фразы такие, что если Эрдоган позовет, мы за президента, только, в общем, скажи, мы наготове. Конечно же, сразу начались в социальных сетях обсуждения. Если мы берем точку зрения турецкого народа, оно разделилось буквально на два. Ну, как всегда, в принципе, как у нас всегда 50%, 50%. Но в процентаже это не имеет к этому отношения, никто социальных замеров сейчас не делал. Ну, в общем, в социальных сетях по реакции, что у турок мы видим, кто за президента, вот эту фотографию постят, поддерживают его, кто не за президента, где-то высмеивают или не верят в эти угрозы, во силу этих угроз. Но, тем не менее, министр иностранных дел Израиля отреагировал в своем твиттере. Ста-то такая. Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает Израилю. Надо помнить, что произошло, как все закончилось. Ну, условно, жизнь Саддама Хусейна. Напомню, что его казнили в 2006 году, 30 декабря. Такой недвусмысленный намек. Также нидерландский политик Герт Вилдерс в соцсетях также отреагировал на это и сказал, что исламо-фашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совершенно сумасшедший. И я считаю, что Турцию следует исключить из состава НАТО или поднять этот вопрос. Посмотрим, какие еще будут реакции, как такая риторика будет дальше продолжаться. Но она вызвала бурный интерес в соцсетях обсуждения турецкого народа. Вот иностранные реакции в виде представителей министра Израиля и других политиков международного уровня. Посмотрим, как будет распространяться ситуация. Вообще хочу сказать о том, что Эрдоган вчера засветился еще и другой. В иностранных СМИ это больше форсилось, в Турции это не вызвало такого резонанса, когда вчера зафорсилось видео с обычной встречи, такой, назовем, партийной, когда дети подходили после встречи к президенту, обнимали. В общем, немножко хочется рассказать. На этом видео Эрдоган такую легкую пощечину дал ребенку маленькому, который подошел к нему и отказался, или отвернулся, если можно по-разному интерпретировать, целовать руку президента. В европейских и в разных СМИ, в российских СМИ я тоже видела, эта тема обсуждалась, заголовки были очень громкие. Из разряда Эрдоган дал вещь ребенку, Эрдоган ударил ребенка. Здесь хочется немножко пояснить и рассказать о разнице менталитетов и воспитания, что это за жесты. В принципе, это не окей, даже для Турции такое поведение, вот этот жест именно пощечиной, это неодобрительно, так нельзя поступать. Но коннотация у этого действия, она именно в турецких реалиях и в их культуре немножко другая. Хочу отметить, что целование руки и прикладывание к колбу – это жест детей, внуков, общих младших в семье по отношению к старшим, к дядям, к тетям, к дедушкам и бабушкам. Это знак уважения. Здесь это не наделяется каким-то унижением, присмыканием, заискиванием или унижением ребенка. Это норма и это вариант не того, что это религиозно имеет контекст какой-то. Нет, этим жестом пользуется большинство людей, воспитывается в семьях Турции, неважно, светские, религиозные. Это зависит от культуры и воспитания в семье. Но практически все, не повально все, но большинство, очень многие. Это считается здесь нормой. Руку также могут целовать учителю, например, к профессору. Это знак уважения. Уважения и любви. В свою очередь, взрослые и старшие целуют детей, не всегда, но могут поцелать ребенка в щеки. Это тоже считается вот этим ответным знаком уважения. Или еще дают наличные деньги. В праздники, в байрамы принято, что взрослые, старшие, тети, дяди, дедушки, бабушки, младшим в семье дают наличные деньги на карманные расходы. Но это тоже вот этот жест, не покупка ребенка, не развращение деньгами. А вот давать жест деньги ребенку наличные, это тоже элемент культуры. И поэтому сложилась такая картинка для европейского мозга. Воспитание очень дикое. Он дал пощечину ребенку, а потом ему дал наличных денег. Выглядит, да, как бы вау. Если не понимать коннотацию здесь в стране культуры. То есть по факту нельзя сказать, что это ничего. Это форсилось вчера в соцсетях. В твиттере это видео обсуждалось. Вот этот жест не сдержан и показывает, конечно же, человековую реакцию, когда к нему, скажем так, показали некое неуважение и отказались целовать руку. А как бы, типа, должны. Но скажу так, что ребенок, нет слова, должен и обязан. По желанию, как воспитали, как в семье принято. Конечно же, это была тема дискуссии. Но хочу сказать, что не в турецких СМИ особо. В твиттере, как бы, кто-то там, в общем, оппозиция в основном ерничала над этим видео. Но по факту это больше разнеслось, конечно же, в соцсетях и в новостях других стран, для кого в культуре это не принято, такое поведение. Также вчера в Анталии и в Кахраман-Мараши начались очень сильные лесные пожары. Задействовано очень много вертолетов для тушения. Производится забор воды из моря, тушат эти пожары. Огонь взят под контроль, но все равно очень большие площади. Задействовано больше восьми вертолетов для тушения этих пожаров. Следующая обсуждаемая популярная тема последних дней, конечно же, Олимпийские игры во Франции. Турецкая сборная Олимпийская уехала туда очень много. Там волейбольная команда девушек знаменитой. Они даже рассчитывают, конечно же, на победу, на золото, что они сейчас в самом топе мировом рейтинге, чемпионке. В общем, очень много подающих надежды спортсменов взрошено. Турки сейчас за Олимпиадой, конечно же, следят. И первая новость активная – это открытие Олимпиады. Само вот это шоу, его, естественно, обсуждали в соцсетях. Например, на этом инфоповоде отметилась турецкая политическая партия свободы и дела. Она называется «Худапар». Она потребовала от президента Турции Эрдогана вообще немедленно отказаться от участия в Олимпийских играх, вывести своих спортсменов и бойкотировать это, потому что там ведется пропаганда ЛГБТ. И вообще верните турецких спортсменов на родину. Мы, в общем, в таком замазаны не будем. Но есть другой скандал с формой турецкой сборной на Олимпийских играх. Суть скандала, она золотилась в первый день, в том, что форма участников сборной напоминает очень сильно форму заключенных евреев в концлагерях во Второй мировой войне. И пользователь соцсетей, которые радикально, скажем так, настроены к Израилю, вот этому конфликту, то, что мы ранее обсуждали, они, конечно же, подняли очень большую бучу и начали обсуждать. И вообще очень в Твиттере эта тема мусолилась. Происхождение этой формы докопались до чего? Вспомнили, что форму для Олимпийских вот этих игр команды шила компания «Ваку». Это очень хороший люксовый сегмент, турецкий производитель. И сам владелец этого бренда сейчас, еврейского происхождения. Он родился в 1913-м, умер в 2007-м. После его смерти его бизнес унаследовал его сын. Естественно, его продолжение мнения турок в соцсетях по этому поводу, на самом деле, разделились. Одни считают, что это, ну да, напоминание действительно формы, ну реально, очень похожие, но в этом типа ничего страшного нет. И второе мнение, что это тайный заговор, поддержка Израиля, действий этих в Газии, войны, которая сейчас идет. Поэтому, поскольку одежда выполнена в цветах израильского флага, с характерными полосками. В общем, короче, наплели там очень много всего. Теория заговора, так как производитель еще вот этот вакуа с еврейскими корнями, точно тут все это наследилось, сложилось. Ну, короче говоря, по итогу, по поводу этой формы, спустя два дня этих активных бурных обсуждений в соцсетях, пришли к выводу, что эта форма потом будет запрещена ее использование. В общем, она не будет на постоянной основе. Ну, в общем, короче, как-то эту историю попытались заметить опровержение разговоров и развенчивание вот этой теории заговора вообще официальными представителями Олимпийского комитета в Турции, СМИ, спортсменами или политиками. Ничего этого не было. Но набрало это, конечно, огромные обороты. Обсуждения были немаленькие в соцсетях. Еще одна новость такая, она и трагичная, и, слава богу, хорошо закончилась. Автомобиль упал в канал в городе и затонул при этом. Это было все в отдании ЧП происходило. И прохожие люди спасали людей из этого автомобиля. Он еще очень быстро тонуть. Спасли одного ребенка, и вообще в автомобиле было шесть пассажиров. Конечно же, это классно, что спасены люди. Но у других людей тоже возник вопрос, почему их там было шесть. Как бы по правилам перевозки, в автомобиле должно быть людей пять с водителем вместе. В общем, хорошо, что это закончилось таким образом. Там канал был неглубокий, но машина очень быстро ушла под воду. И была проблема у людей вылезти из машины, разблокировать двери. Вообще, если мы берем настроение самих турок сейчас в соцсетях, особенно в инстаграме, в твиттере хэштеги о защите бездомных животных, про этот закон. Правозащитники собачьи, кошачьи, скажем тогда, правозащитники, активисты, животных и штурмовали парламент. И до сих пор в Стамбуле практически каждый день происходят какие-то митинги, сборы, протесты, голосования. В соцсетях хэштеги набирают тысячи последователей, кто перепосты делает. Против этого закона, но по факту закон приняли. Приняли закон с некой изменением неких позиций. Какие там появились, если мы не будем уж совсем все разбирать, там, да, это очень много в сети. Но если мы посмотрим, в общем, эффект какой. Эвтаназия, по сути убийство животных, теперь имеет термин эвтаназия, усыпление. Она осталась по факту, животных будут усыплять. Животных четко разделили на домашних и уличных, и вопросы передержки. Стали более строгими условия наказания в районе 60 тысяч лир. Если ты выкинул свое животное из дома, отказался, там, никуда не пристроил, он оказался на улице. Чипирование, ну, конечно же, обязательно для всех домашних животных. И штрафы, они были раньше, но теперь, если собака нашлась на улице без чипа, она автоматически подходит под термин бездомное животное. Ее забирают в приют в течение, пока что неизвестно какого срока, но короткого, пытаются пристроить. И затем по, скажем так, консилиуму ветеринаров, я про них раньше в другом видео рассказывала. Если у собаки есть какие-то проблемы со здоровьем неизлечимые, показания, в общем, к усыплению, собак усыплять будут. Но вообще все направлено, и финансирование муниципалитетов, муниципалитеты, теперь на них ответственность обязаны. Предоставлять, спонсировать, вообще содержать животных и как можно больше их пристраивать по домам, по семьям. У вас есть вот такие новости Турции на данный момент, постаралась максимально быстро, оперативно выйти к вам на связь. Новости горячие, интересные, социальная жизнь в соцсетях турок кипит обсуждениями этими, что вы думаете по поводу новостей, которые я вам озвучила, разрешение некоторых событий, что будет в будущем у нас. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе. А мы с вами встретимся в следующем видео.